Здарова, моё имя не изменилось и это всё ещё дайджест от BigGeek, который вы почему-то смотрите меньше всего на канале. А зря начинаем. Компания Apple получила патент на технологию, которая запрещает съёмку на концертах. Неужели теперь придётся веселиться и наслаждаться музыкой вместо того, чтобы снимать видео? Всё это осуществляется с помощью специального инфракрасного знака, который улавливает камера телефона и телефон выводит уведомление о том, что съёмка запрещена и даже запрещает использование камеры на какое-то время. Это, конечно, не очень однозначная новость, но будем честны. Вас не бесит люди, из-за которых вы вообще не видите исполнителя, потому что их телефоны заслоняют всё ваше поле зрения. Всё равно некачественное видео с ужасным звуком никто смотреть не станет, а посмотрят профессионально снятое, с мультикамерной съёмкой, всякими наворотами. Особенно доставляют люди, снимающие на планшеты. Вот просто гениальные люди. Кроме того, технология может принести пользу, запрещая съёмку в кинотеатрах. Ап, не для всех из вас это польза, да? И даже заменить с собой QR-коды, ибо разные сигналы могут давать информацию о чём-либо. Вообще очень круто, отдельное приложение не надо будет устанавливать. В Google Play появился массовый доступ к бета-приложениям и вкладка с ними. Такие приложения, видимо, Google отбирает особо тщательно, ибо их там всего несколько. Да и доступны они пока не всем. При их установке выскакивает предупреждение, что это нестабильная версия и всегда можно откатиться на релизную. Сам факт очень крутой, учитывая, что есть особая каста людей, которые просто жить не могут без различных обновлений, улучшений и так дальше. Samsung в кои-то веки экспериментирует со своими смартфонами. Вроде как в новейшем смартпаде компании Galaxy Note 7 должен быть сканер радужной оболочки глаза. А судя по новому патенту, в будущем сканер отпечатка пальца может приместиться на заднюю часть ближе к верхней грани устройства. Это не очень удобно. А судя по ещё одному патенту, кнопка может остаться на месте, но изменить свою форму на квадратную и даже круглую. Вот это удивление! Это же так ниоткуда не скопировано! Microsoft создаёт технологию отслеживания движений в виртуальной реальности. Для этого, видимо, использовали наработки Kinect. К тому же использовать система будет не графический чип, а процессор, благодаря чему гораздо снижено энергопотребление, а ещё это всё можно будет запускать даже на смартфонах и планшетах. О массовом запуске пока ничего неизвестно, но печёнка, я чувствую, большие производители VR-очков готовы будут с потрохами оттяпать это детище. Shut up and take my... Shut up and take my money! Facebook вновь изменил сортировку постов в ленте. Помнится, когда ввели сортировку по важности, а не по времени, все страшно негодовали, потому что отображалась полная ерунда, а то, что нужно было, наоборот, не отображалось. Причём это до сих пор включено по умолчанию, то есть надо специально тыкать кнопочку, чтобы включить сортировку по времени. И вот теперь процесс сортировки должен улучшиться. Алгоритм будет выбирать новости от тех людей, которых вы больше всего лайкали и комментировали, то есть от нас. Кроме того, действует это не только на людей, но и на страницах, и даже на новости о знаменитостях, которые вы просматриваете больше всего. То есть алгоритм реально продвинутый. Однако социальная сеть не будет отдавать предпочтение каким-то политическим идеям и источникам информации. Вот и все интересные новости за неделю. Можете ещё посмотреть обзор нового фитнес-браслета от клёвой китайской компании. Зайти по ссылке в описании в наш интернет-магазин и накупить себе кучу разных радостей, а ещё подписаться, поставить лайк и закинуть это видео себе в соцсеточки. А то реально как-то несправедливо получается. Всем спок!